Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и описаниях этих работ по книге Великий Музей Мира. Сурья. Канарк Арисса. 13 век. Камень, резьба, шлифовка. 189 на 89 и на 40. Сурья. Или Сурья. Древнейший бог солнца в индуизме. Упоминания о нем встречаются еще в гимнах Ригведы, где его описывают как прекрасного юношу, едущего в колесницы, запряженной семеркой коней. Считается, что иконография Сурьи начала формироваться в индуистском искусстве еще на рубеже нашей эры, а в средние века достигла расцвета. На грильефе бог представлен статным молодым человеком с круглым лицом. На голове у него высокая корона. Киритаму кутта. Локоны прически спадают на плечи. В длинных ушах бога крупные серьги. На шее многорядное ожерелье. От левого плеча по телу проходит шнур брахмана. На предплечье браслеты. Кисти рук не сохранились. На бедрах Сурьи – дхотти, подвязанная тройным орнаментированным поясом с фигурной пряжкой и шнурами. В оформлении практически всех украшений бога встречается морда чудовища – киртмукхи. Отличительной особенностью его одеяния являются высокие сапоги, отсутствующие в костюмах других индуистских богов. Сурья изображен стоящим в запряженной колеснице. Управляет конями возница Аруна. По сторонам два охотника – Пингала и Данда с щитами и мечами. А также две супруги Чхая и Суварчаса, держащие в руках цветы. По сторонам арки – небесные танцовщицы – Абсары. Рельеф происходит из крупнейшего в Индии храма Сурьи, который европейцы прозвали «Черной пагодой». Вот такое описание к работе Сурья, канарк Арисса. 13 век – камень, резьба, шлифовка. Описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok